сейчас проверим мы в прямом эфире сейчас пропал у меня и ты пропал у меня но при этом я тебя хорошо слышу а как проверить на стене есть просляться у тебя есть есть я тебя вижу и себя там вижу прекрасно на стене у тебя идет да да и там видно нас обоих да вот там можно и смотреть давай возьмем в общем значит муж в эфире привет миша привет вадим привет всем кто нас смотрит кто нас было смотреть записи так что значит мы анонсировали разговор о счастье богатстве это любви безобили все это мы с тобой обсуждали это взаимосвязанные вещи вот и на выгоднее всего зайти со стороны именно счастье это выгоднее понятнее будет вот я сам люблю использовать формулу винни-пуха желая счастье в личной жизни ну потому что мне кажется там и как бы и здоровье и достаток и любовь и как без этого может быть счастье в личной жизни поэтому давай так по-твоему что такое счастье как его достичь что мешает быть счастливым вот давай давай вадим в первых я хочу тебя поблагодарить за то что ты был инициатором этого прямого эфира и с твоей легкой подачи мы сегодня здесь и люди посмотрят этот полезный со всех точек зрения вебинар можно даже так его назвать и я тебя за это очень благодарю я думаю что он такие вопросы задает а с другой стороны как без вопросов да без задавания вопросов вообще понять как этот мир устроен вообще очень важное качество я считаю задавать вопросы я когда тебе на них отвечал последствия понял что ты видимо занимался своим каким-то исследованием до этого вопроса что такое счастье что такое любовь а и так далее так что благодарю тебя а во вторых я хочу поблагодарить каждого кто сейчас смотрит и кто будет смотреть вам очень повезло потому что с такой точки зрения этот вопрос ну мало кто рассматривал если честно я вот много чего смотрел много чего изучал много чего исследовал в этой области и с точки зрения психологии с точки зрения потенциала личности и с точки зрения нашего материального мира с точки зрения духовного мира и могу сказать что вот именно такую выжимку ну мало где встречал поэтому благодарю тебя зритель за то что ты нашел там час может полтора может полчаса как уж пойдет у нас сегодня своего времени в этом современном мире это не так просто найти время для того чтобы посмотреть что там вещают дядьки насчет части значит несколько правил во первых сегодня я попрошу тебя открыть свое сердце и свой разум потому что та информация которую ты будешь сегодня слышать она может показаться очень необычный и это концепт это концепт а счастье это исследование счастья которое но много сотен тысяч людей уже на себя примерила и она имеет доказательную базу я уже вадиму говорил что я люблю определенные какие-то вещи не просто принимать на веру до смотреть а что об этом говорят например научный мир или что об этом говорят исследования там биологии или химии биохимии да что говорит там психологии или коучинг об этом потому что ну мир не стоит на месте и исследования не тоже постоянно продолжаются поэтому прошу тебя просто открой свое сердце слушай будет здорово если ты возьмешь какую-то тетрадь и конс будешь конспектировать конспектировать не то что я буду говорить или вадим будет говорить а возможно какие-то будут у тебя приходить озарение инсайты потому что информация она лучше усваивается если ты не просто слушаешь концентрировано да а ты еще при этом что-то пишешь не зря там даже нейрографика работает когда мы через тело до взаимодействуем с мозгом и создаем новые нейронные связи когда мы там рисунки какие-то рисуем еще что-то и прежде чем начать я бы хотел разобрать 2 2 таких ждения то чтобы даже убеждения некие такие знаете заезженные фразы о счастье и преследовать их и вадим тут правильно сказал что мы вначале изначально хотели поговорить о любви изобилии там радости богатстве но если рассмотреть это все составляющие счастья потому что если человек не счастлив ну вряд ли у него будет там успех какой-то личной жизни да или каких-то делах на работе или в бизнесе если у него не будет вот этого внутреннего состояния спокойствие гармонии то соответственно этого не будет и во внешнем мире поэтому когда человек счастлив он действительно получает изобилие он проявляет любовь и получает эту любовь от мира поэтому я считаю что это некие составляющие определение счастья и вот это счастье мы сегодня поглубже разберем с вами что это такое что в него входит на какие вопросы важно своей жизни ответить чтобы действительно стать и быть счастливым и в общем разберем максимально подробно эту историю со всех точек зрения значит немножко себе буквально два слова я я михаил киль мне 41 год я психолог и коуч и я исследователь исследователь всего что касается именно потенциала личности все что вокруг психики то есть все что связано с телом человека все что связано с его мозгом все что связано с его проявлением во внешнем мире и я ежедневно примерно по два-три часа посвящаю тому чтобы в этой области да там изучать различные течения различные психологии различные науки потому что мне это безумно интересно я это очень люблю я люблю людей люблю изучать их для меня это как целый космос что еще я руководитель это социального братства и основатель курса путь к себе где собственно на эти вопросы мы тоже с никами отвечаем и это все исследуем это все познаем и вот теперь давайте перейдем непосредственно к сути первое что я бы хотел с вами обсудить если что вадим меня тут поправляй мы вот считали ваши вопросы и я там увидел много такого выражения разных его вариаций что счастье она для всех разные на то есть и это достаточно такое заезжено утверждение я не говорю что она там плохой или хорошая она имеет место быть и я его немножко хочу поподробнее раскрыть самом деле а когда люди так говорят они имеют ввиду свои ценности потому что сколько психотипов людей мы же все с вами разные да у нас ну и по образу и подобию одинаково у нас две ноги две руки там то есть тело плюс-минус у всех имеет одинаковую форму да причине может быть разная по цвету и так далее но внешне мы похожи но внутренне вот здесь особенно у нас разный набор данных у нас разные психотипы у нас разные таланты и соответственно разное желание и для одного типа людей например там семья она может про приоритету ценности стоять на первом месте и мы можем увидеть как многие люди там говорят ну вот семья это самое главное в жизни и это имеет место быть для этих людей но для кого-то это не на первом месте для кого-то реализация в социуме а достижение каких-то результатов в спорте в бизнесе в карьере она стоит рангом выше и это нормально потому что для общего ареала человеческого нужны так сказать все элементы людей да есть добытчики есть там ремесленники есть семейники и так далее мы сейчас этого разбирать сильно подробно не будем потому что психологии течение систем координат которые разбирают людей очень много но в целом здесь важно что понять ценности они есть у каждого и они немножко свои до что для одного как говорится каждый сверчок знает свыше сток говорится да это о чем это о том что очень важно эти ценности понять для себя и очень важно себя определить определить свои таланты они есть у каждого абсолютно они есть у каждого человека каждый рожден уже изначально гениальным это я могу гарантировать и это я могу доказать это можно тоже там поисследовать но в целом каждый рождён гениальным у каждого есть таланты очень важно их понять потому что когда ты будешь следовать своему интересу ты всегда будешь счастлив чем бы ты не занимался и где бы ты не находился потому что ты будешь исходить из интереса тебе будет интересно поэтому здесь как некое первое правило как некий может быть закон или там секрет на землю до следуя своему интересу это очень важно определить свои ценности следуя своему интересу и вот эта установка она имеет место быть до счастья для каждого разное мы здесь под счастьем просто люди понимают некий набор ценностей это очень важно но мы сегодня поговорим о концепте счастье который может примерить абсолютно каждый человек вот каждый кто будет сегодня слушать до конца этот мой эфир у вас прям останется конкретно четкая инструкция по которой можно ну двигаться изучать исследовать этот вопрос и прям примерить это на себя и я очень рекомендую досидеть до конца потому что во первых я такой человек который любит давать нечто больше чем заявлено и вас всех конце ждет сюрприз я вадим об этом не говорил но пусть это будет сюрпризом для всех то есть каждый кто досмотрит до конца он может получить очень классный крутой подарок это сразу говоря никакая не продажа сегодня никаких продаж не будет сегодня мы вам продадим только одну идею что такое счастье вот значит это первое я надеюсь что вы записали как это исследовать да как понять свои таланты есть много различных систем координат да можно там покопать себя через астрологию только здесь я рекомендую всем если вы будете обращаться к такого рода специалистам никогда прошу вас примут это очень важно когда вы к ним пойдете прям так и скажите если там что-то в моем будущем что-то негативное пожалуйста мне об этом не говори ни в коем случае нельзя эту информацию слышать потому что это может сработать как самосбывающийся пророчество если вам там напорочили что какой-то год будет для вас негативным очень тяжело потом это убрать из своей головы из психики потому что это будет вот здесь на подковке сидеть крутится и вы желая того или не желая будете неосознанно создавать условия своей жизни и следовать этому сценарию потому что если что-то там негативно реально будет случаться вы такие а ну вот у меня же год такой свесить и лапки вот но с точки зрения разложить свои таланты какие-то виктора которые можно направить да там свои усилия это очень крутая штука очень рекомендую есть там куман дизинг есть системно-векторная психология есть различные в общем специалисты кто в этом вам может помочь теперь второе как некое утверждение убеждения которое тоже люди часто говорят что вот люди думают что достигнув чего-то они будут счастливы и это тоже важно сейчас разобрать потому что многие тратят десятилетия лет своей жизни в погоне за ну условно призраками да за какими-то своими целями и достигнув их понимают что но они бежали не туда сейчас тоже прошу всех внимательно послушать потому что вот через меня прошло несколько тысяч человек ко мне приходили на консультации люди и они приходили с разными запросами да я хочу там вот быстрее там дом достроить я хочу там достичь новые новых вершин своей карьере у меня во взаимоотношениях что-то не ладится да там с мужем женой там или с парнем девушкой с детьми в социуме как-то там не тогда у людей то есть запросы очень разная но за этими запросами они все а думают что скрывается некое некое счастье то есть вот я сейчас куплю машину я стану счастливее или я вот сейчас вот начну зарабатывать вот такую сумму денег да в два раза больше чем сейчас я тоже стану счастливей это достаточно большое заблуждение я сейчас объясню дело в том что люди на самом деле они не хотят новую машину или новых отношений или денег они на самом деле вадим ребята они все хотят чувствовать себя лучше вот если прям лучше разобрать они хотят чувствовать себя лучше просто они думают что вот за этой целью да они будут чувствовать себя лучше и это очень важно осознать и понять потому что иногда порой да мы мы поставим какие-то цели они вообще могут быть не наши не могут быть навязаны откуда-то из не вот я смотрю по сторонам вижу там каких-то людей улыбающихся в инстаграме или счетом в контакте других соц сетях и я начинаю примерять это на себя и порой ну это является проблемой потому что я могу много лет бегать за чем-то и достигнув этого вдруг разочароваться потому что там уровень дофамина серотонина который у меня будет выплеснется от новой покупки или там нового какого-то достижения ну он чувствуется ну максимум может там день да то есть я пока и польза машина один день а на 2 я уже это буду принимать как данные и здесь для того чтобы чувствовать себя лучше я дам несколько рекомендаций абсолютно всем они это будет полезно абсолютно каждый может это на себя примере рекомендация как некий тоже второй ключ к счастью пусть будет наш прямой эфир как ключи счастье называться это никаких ожиданий то есть крутить ожидания в ноль и принимать мир таким какой он есть и сейчас я объясню что это значит это просто сказать но не очень непросто этому следовать потому что когда ты принимаешь мир таким какой он есть ты находишься реально без ожиданий ну условно почему мы страдаем все почему мы страдаем испытываем там боль душевную боль психологическую дело в том что мы очень привязываемся привязываемся каким-то целям привязываемся каким-то людям например если я привязался в отношениях да там к партнеру я там говорю жить без тебя не могу это уже привязка и когда как говорят да там бог дал бог взял вот у меня были отношения и вдруг их не стало по какой-то причине я начинаю страдать почему потому что я в этих отношениях очень сильно привязался к человеку и я построил какие-то ожидания относительно его каким он должен быть в этих отношениях да как он должен появляться я скажу так ожидание не всегда приводит к страданиям всегда почему потому что есть так называемых три вида страданий первый вид страдания это все что мы получаем от природы в виде каких-то стихий да там виде каких-то ее проявлений и на этот вид страданий мы повлиять на самом деле не можем с вами второй вид страданий он является страданием от всех живых существ ну словно там нас комары могут покусать да нам неприятно нас может откритиковать какой-то человек и мы как-то почувствуем себя тоже не очень приятно да а либо там ну то есть все живые существа могут нам тоже что-то такое сделать от чего мы будем себя чувствовать неуютно не счастлива и это тоже важно понимать потому что на это мы тоже влиять не можем да мы хотим поменять других людей но это безумие потому что мы себя то порой поменять не можем она другого человека тем более ну повлиять практически невозможно то что мы можем это изменить свое отношение к этому миру и третий вид страданий он у нас идет от ума от ума то есть те страдания по сути они у нас голове мы сами создаем себе вот этот вот ментально в котором находимся и этот рай да то счастье которое которого мы все хотим получить она тоже находится здесь и очень важно вот этот вот ум приструнить в каком смысле приструнить я сейчас немножко поделюсь с вами таким концептом как устроен наш ментальный аппарат что в него входит и это очень важно будет для понимания нашего дальнейшего с вами рассуждения про счастье потому что от ума больше всего страдает людей именно здесь кроется вот но главный такой секрет от счастья но для того чтобы его понять нужно понять как вообще работает наш ум как работает разум и как вообще работает наше ментальное тело вот вадим было ли понятно давай вот по этой части что скрутить ожидания в ноль до ожидания в ноль и не привязываться вот понятно ли тебе вот эта мысль потому что давай так чтобы если непонятно мы сейчас эту тему порассуждаем немножко с тобой да и пытаясь ее раскрутить знаешь мне непонятно как это сделать да 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 так идея в принципе ну да как бы про про ожидания прозыгла разочарование нам известную уже она известна но действительно сложно в исполнении принимать мир таким какой он есть да это на самом деле не просто но если у человека вот кто это смотрит я сейчас а мы вам порисую я прямо разрисую как вообще устроен человек с точки зрения там психологии и это будет полезно каждому потому что а когда мы знаем как устроена психика когда мы знаем как устроена человек нам будет проще разобраться в себе в первую очередь а во вторую очередь нам будет проще начать коммуницировать с другими людьми потому что было такое исследование она проводилась 75 лет может быть ты водим знаешь может быть тоже о нем слышали а где исследовалась вот очень долгий эксперимент где исследовалось счастье 75 лет длился этот эксперимент и он не прекращается до сих пор можете погуглить посмотреть примерно 750 по моему студентов гарварда за этот период опрашивала семьи различные то есть вот в этот период и как устроенных быт как устроена их жизнь она потом расспрашивала их детей и даже детей их детей то есть представляете насколько длинные исследования на продолжительность и в ходе этих лет почти 200 тысяч человек были вовлечены вот в такое движет движ и значит в ходе вот этого исследования они изучали несколько моментов и счастливее здоровее всего человека делают отношения да то есть взаимосвязь с людьми очень полезно это как некий постулат этого исследования а одиночество она убивает это действительно так потому что как говорят да сделай счастливым другого человека и станешь счастливым сам когда мы начинаем проявляться в социуме когда мы начинаем проявлять свои таланты реализовываться до социуме мы через реализацию эту начинаем помогать другим людям помогать там например через свою экспертность да ты водим юрист я знаю и ты прекрасно этот момент понимаешь когда ты оказал какую-то услугу качественную да тебе в качестве благодарности человек дает во первых обратную связь во вторых там материальное какое-то вознаграждение да как говорят что деньги это аплодисменты бога за проявленные тобой таланты и когда мы это делаем качественно экологично но мы действительно чувствуем себя удовлетворенными и счастливыми это как некий тоже ключик дальше они исследовали и выявили такой факт что дело не в количестве друзей и не в том там если у тебя постоянная пара а именно дело в качестве этих отношений с близкими людьми потому что жизнь в конфликте она влияет на наше ментальное здоровье ментально здоровье влияет на физическое все взаимосвязано то есть условно если человек постоянно обижается да вот он привык обижаться там с детства вот ему не рассказали как правильно взаимодействовать и все он вечно в обиде в такой а это по психосоматике потом в болячки вываливается то есть у него на физике все а во вторых это вываливается в том что у него рушатся отношения ну с обидчим человеком очень сложно построить отношения да если он постоянно в жертве такой а жертва это всегда человек который ожидает от мира много я жду что со мной вот так должны поступать я жду что вот мир должен быть таким а мир друзья мои он не такой какой вы себе там голове нарисовали единственный момент на который стоит опираться вообще в нашем современном мире на то что все нестабильно да и все меняется и это очень важный момент поэтому жизнь конфликте она пагубно влияет на наше здоровье и хорошее отношение не защищает не только тело но и наш мозг будь бы простые такие вещи дает но вот представьте люди потратили там несколько поколений на то что исследовать мы к этому еще вернемся потому что это очень важный момент есть так называемые три уровня счастья мы сейчас о них поговорим условно и счастье на ухо не тело есть счастье на уровне ментального тела то есть это как раз вот эти отношения да про которые мы сейчас говорим а есть как бы это сказать есть счастье на уровне духовного и на уровне тела когда человек хочет найти свое счастье это вопрос времени когда он придет в тупик что я имею ввиду условно мы все да там ищем в этом мире то что принесет нам удовлетворение и пытаемся избежать страданий и эта функция нашего ума наш ум если показать как это устроено давайте я не знаю дим будет видно не будет видно по мастеру своей дочери взял есть у нас он как программа есть разум видно попробовать поближе к камере вот так видно давай попробую так привести поближе ноутбук засвечивает да и вот давайте чтобы вам было видно и наш ум он всегда ищет наслаждений то есть он всегда опирается на эмоции мне это нравится не нравится но условно попробовали мы алкоголь например да и он такой вкусненько да там захмелели и он горит не это нравится или попробовали мы например чеснок и он такой фу что-то неприятно мне это не нравится то есть он всегда оценивает исходя из того нравится не нравится это важно понимать а разум а и он всегда на основывается на эмоциях давайте на эмоциях эмоции видно да он всегда у нас действует на эмоции условно там вечером сидим лежим вдруг возникла мысль что мы сегодня видели рекламу какую-то на билборде там мороженку рекламировали да или там у нас сразу возникла о там пошла эмоция за эмоции пошло действие мы побежали в холодильник достали из морозилку мороженку и съели ее или вспомнили что у нас тортик после праздников остался да там несъеденный какой-нибудь вкусненький пошли на ночь чего налопались на эмоциях действуем а раза это тоже функция нашего ментального тела нашей психики она всегда действует на основании то есть она оценивать информацию а хорошо это или плохо хорошо плохо для нашего организма и разум он основывается на знаниях знания поэтому говорят да чтобы стать человеком разумным это еще надо заслужить да мы от рождения не совсем разумны разум у нас укреплялся с тем как мы изучаем информацию знания условно он говорит так ну блин я не хочу этот салатик есть как бы не очень вкусно разум говорит надо это полезно да это для нашего здоровья будет полезно потому что уже знания появились и это как два антагониста это как как говорится там притч это побеждает тот волк которого мы кормим до кого мы слушаем слушаем он ну соответственно он нас будет вести вот наслаждением он хочет все время наслаждаться наслаждаться и он всегда будет избегать страданий разум вот он основывается да хорошо это для организма или плохо это важно понимать и по сути здесь важно конечно укреплять разум потому что ведра говорится а я чтобы вы понимали я духовный психолог то есть мои знания они основаны на определенном изучении и ведра говорится что он это твой злещий враг и это твой лучший друг и и от того как вы его подчините себе как вы подчините свой ум будет зависеть на то как вы будете двигаться к своим целям и к счастью в том числе потому что я проходил множество различных тренингов различных программ различные течения изучал там ценностно ориентированную психологию системно-вектор психологию телесно-ориентированную психологию техники возврата управления значит сталь терапию классическую психологию различные коучинговые техники и просто тренинги да там и бизнес и обычные тренинги и самый эффективный из них они все дают два момента они дают результат и они дают что самый важно устойчивый результат но самые эффективные из них они работают с эмоциональной регуляции что это значит они работают состоянием состояние или неудержимый спокойный ум это ребята самое важное чем стоит разобраться в этом мире да если вы хотите достигать любых целей если вы хотите быть счастливыми неудержимый спокойный ум и сейчас я тоже эту тему постараюсь вам раскрыть это очень важно потому что а вот от того как мы страдаем это как раз таки ну вот здесь и кроется вот этот вот еще один ключик счастью да мы еще вернемся вадим к ожиданиям да и как это скрутить в ноль когда мы немножко дальше разложим определенную определенный момент а связанные с качествами нашего характера и мы потом к нему еще вернемся ушел он будет все раскрываться постепенно не переживайте если что-то непонятно друзья мои это тоже нормально каждый унесет ровно столько сколько ему нужно на сегодняшний момент будут люди кто скажет о капец вообще да ну значит еще не время и это тоже нормально потому что например вам по карме я но еще рано к этой информации например соприкоснуться вам там нужно в материальном мире поколбасится так сказать из воплощения воплощения для того чтобы к этой информации получить доступ так вот когда мы на уровне тела ищем счастья мы хотим вот как раз таки насытиться через наши дырочки да мы хотим смотреть фильмы мы хотим вкусно кушать мы хотим слушать да мы наслаждаемся через тело это вот такой базовый уровень счастья но мы никогда не достигнем настоящего счастья через это но если мы будем постоянно есть да мы просто будем жирей да там растолстеем если мы будем опять же вот двигаться на платформе получается ума если там мы будем постоянно что-то слушать или смотреть мы тоже этим никогда не насытимся понятно да вот с этим вопросом теперь второй уровень это получается уровень ментального тела это когда я уже понимаю что есть нечто большее чем просто я да я уже выхожу за рамки своего я тела я понимаю что я живу в социуме и второй уровень счастья это как раз те самые коммуникации которые я выстраиваю с другими людьми то есть мои взаимоотношения самим собой мои взаимоотношения с родными детьми и пошли дальше да по принципу матрешки распаковываться социуме и так далее потому что когда хочешь заработать миллионы и про деньги до меня спрашивал помоги миллионам очень зарабатывать миллиарды помогай миллиардом деньги к нам приходят через других людей я думаю я тут ни для кого секрет не раскрываю поэтому если ты ну а хочешь действительно зарабатывать больше если думаешь там ой как сказать икигай да там твое предназначение однозначно посмотри а что ты делаешь для других и как ты качественно это делаешь потому что мы хотим себе 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 а что мы отдаем в этот мир из простое не изложенное правило если тебе чего-то сейчас не хватает от того же любви и изобилия там о чем мы там говорили еще богатство да да это другому или дайте другим людям то есть инвестирую в этот мир то что ты хочешь от него получить простое правило что посеешь то и пожнешь и это рабочее правило друзья вот правда если вам сейчас дико не хватает ли вы чувствуете одиночество это просто вы замкнулись себе закрылись себе нужно проявить в этот мир и дать эту любовь до к тому кто в нем сильнее нуждается и вы видите как у вас ну развернется мышление у вас начнет вот ну теплота в душе появляться поэтому проявляйся и соответственно в социум это вот второй уровень части и его уже многим на самом деле хватает кто-то настанавливается на нем но я скажу что есть более высокий уровень части и более высокий уровень счастья он находится на духовном плане это некие мои взаимоотношения с творцом с со вселенной да как многие говорят либо там с богом либо с высшим разумом с нечто с неким высшим я и я хочу сейчас этот момент чуть обсудить потому что тот кто в это вникнет а тот познает на самом деле безграничное счастье и чтобы его жизни происходило какие бы он не испытывал так сказать вот те самые от мира ну как боль да назовем это так либо какой-то несправедливость по его мнению когда мы чего-то ожидаем но это не получаем мы страдаем вот если у человека возникнет понимание того что сейчас я буду говорить у него это уйдет это как раз ответ на твой вопрос вадим а как этого достичь да как реально но жить без ожиданий потому что это действительно непросто и вот про этот третий уровень счастья я сейчас хочу на более подробно обсудить но в начале хочу еще один ключ разобрать он очень короткий но очень понятный это вера и я сейчас не проверил в бога да я немножко приземленные вещи скажу потому что не все там верующие мы сейчас не про религию сразу говорю я не буду никаких вам долго доносить типа вот это вот так а не иначе у нас сегодня исследование я не придерживаюсь крайних точек зрения я всегда ну нахожусь в состоянии гиперреализма то есть в реальности я всегда в момент присутствия нахожусь в реальности вот я воспринимаю реальность такой какая она есть это вера вера в это как некий ключ к счастью это очень важное качество потому что вы можете обладать огромным потенциалом личности у вас могут быть много талантов у вас может быть от рождения там ну там богатые родители да там ну то есть такие как это как говорят повезло да там начальные такие моменты которые у тебя уже там есть у кого к которых у многих нету то есть ты можешь быть здоровом красивом теле но если у тебя нет веры в себя если нет веры в то что ты делаешь вот это вот внутреннее убеждение что я верю в некое лучшее свое будущее какая разница да какое судно оснащено какими там технологиями если капитан в нем мертв то есть судно не поплывет понимаете и наоборот там ты можешь быть в каком-то не очень там теле да там начальные условия тоже какие-то не очень но если у тебя вот это вот тяга вера есть себя то ты как говорится как тот капитан который идет на таран и побеждает да неважно там судно может быть изрешечено или это очень ценный ресурс поэтому друзья мои цените в окружении тех людей кто эту веру вас подпитывает не важно какие ресурсы дает тебе человек какие деньги какие возможности какие еще чего вот вера это самое ценное и наоборот если эту веру вас человек подрывает вот от таких пожалуйста избавляйте своем окружении это очень ценно это как тоже некий ключ это просто прошестрить свое окружение посмотреть и вот эту веру и очень важно в себе напитывать поэтому говорят да окружение влияет окружение это очень важно как та самая банка солеными огурцами если я в него положу свежий огурец он там через два дня засолиться то же самое окружение если мы себя поместим в окружении это благостных людей стремящихся вперед мы тоже этим будем напитываться потому что мы эти качества начнем перенимать поэтому это очень важный момент теперь перейдем значит вот этому третьему виду счастья к духовному виду счастья но перед этим а для тех людей кто захочет остановиться на первых двух и дальше в глубину не пойти я могу сказать такие вещи очень важно своей жизни ответить на три вопроса вот этого будет уже достаточно это вот та практика по которой мы говорили и в принципе если ты на эти три вопроса своей жизни ответишь то ты уже станешь и будешь счастливым коротких три вопроса первый вопрос он звучит так где бы я хотел жить ну то есть где мне жить и это очень важно это необыкновенно важное решение друзья мои вот один из моих наставников например он выбрал место жизни канаду для чего это потому что ну в канаде наука в области психологии и коучинга она появляется и там сразу исследования все они ну свежие до нас они доходят лет через 20 то есть словно там до нас дошли какие-то техники практики а там уже на следующий на следующий ступень переходит и для него было очень важно находиться на острие науки то же самое каждый должен ответить себе на этот вопрос потому что то пространство где я нахожусь это как раз таки часть того окружения и это очень сильно влияет на психику на качество жизни и это очень важно это ответить себе на этот вопрос где я хочу жить второе что я выберу делать в этой жизни и чем раньше человек с этим определиться тем раньше он начнет реализовывать свои таланты до чем раньше начнет раскрываться это очень важное решение поэтому определяйтесь с этим как можно раньше потому что это важно когда мы делаем то что мы любим то что нам интересно как я говорил да следуя своему интересу мы всегда будем счастливы как говорит один миллиардер очень известный мусулан сенсибаев мугулан сенсибаев спросили что такое успех а он говорил что я знаю многих богатых людей невероятно богатых да там неприлично богатых которые считают себя успешными да но при этом не счастливы но я горит не знаю ни одного человека кто был бы счастлив но не считал бы себя при этом успешным ну это как некое что такое успех успех это и есть счастье ну то есть не всем нужны миллионы не всем нужны какие-то там вертолеты и так далее потому что счастье она она нечто в другом и третий вопрос на который важно тоже ответить не для всех сразу скажу это не всем нужно как я говорил для кого-то семейные ценности они на первом месте а для кого-то они далеко не на первом месте это с кем я вообще хочу жить потому что да можно одному но как говорится вдвоем веселее да и все человечество развивается только благодаря семейные семейным ценностям благодаря тому что люди сходятся рожать детей и как-то вот но развивается наша популяция но это необязательно вопрос на самом деле он не всем важен будет но вот вот это три это как те три кита на которых стоит если вы на них ответите в своей жизни честно искренне правильно да если вы будете исследовать этот вопрос пусть не сегодня вы определились со своей профессии но тем не менее это уже будет ну очень полезно эти три вопроса но кто хочет пойти дальше я хотел бы разложить такое нечто более глубинное нечто более глубокое и я хотел бы сейчас с вами обсудить вот этот третий уровень счастья духовное счастье сразу говорю это не придумка моя это этот духовный мир я исследовал через разных ученых мужей и на сегодняшний момент очень большое количество ученых она признает то что есть духовный мир есть душа да и соответственно мы уже не первый раз с вами рождаемся и воплощаемся я не знаю насколько это откликается в один ты вот как вот в эту концепцию веришь не веришь изучал ее не изучал могу узнать не могу знать тогда я хочу поделиться с вами этой идеей прошу сейчас вас ее не загибать да сразу не отвергать потому что за ней кроется большая глубина и кто в нее пойдет он на самом деле даже обретет такое знаете состояние спокойствия умиротворения уже будет иметь терапевтический эффект а дело в том что мы да вот вот это наше грубо тело и мы как душа прилетели в это воплощение на эту планету а вот в это время можно такую аналогию провести мы как десантники до спрыгнули и родились вот в этом теле и я вот на меня примерили роли соответствия примере вот это тело это грубое тело тело мужчины у меня есть роль мужчины у меня есть роль а сразу появилась роль а сына да я соответственно сын моей мамы у меня роль я в роду киль родился я россиянин да я в россии родился то есть несколько ролей изначально с рождения у меня приобретены есть роли которые мы приобретаем по жизни у меня дети родились я примеру роль отца я стал предпринимателем роль предпринимателя то есть мы какие-то роли получаем и нам дали ментальное тело вот ментальное тело это как раз таки вот эти программы и плюс да нам еще дали такие программы как вот по которой я сейчас говорю вот я и вот я говорил про роли до роль муж роль сын роль кто еще я михаилки я блогер да я предприниматель и так далее и так далее и так далее то есть у нас очень много ролей но еще еще да вот это вот это я я я я я я внутри в этой оболочки и это называется эго это мои эго и и это тоже важная тема потому что очень важно понять кто настоящий я истинный я и это очень важно потому что когда мы слушаем свое истинное я мы начинаем слышать свои истинные желания и начинаем следовать тому самому истинному интересу не навязанному изне но что нам мешает это делать что нам мешает это делать смотрите в детстве ребенок я уже рассказывал в диму про этот случай и таких случаев очень много вы тоже можете себя в этом найти ребенок например а в детстве а у него еще разум у него еще разум не укреплен до пяти лет говорят там у детей разум не укреплен поэтому дети они вот на эмоциях все они вот появляются как могут они все сейчас плачут потом смеются да тут же опять могут заплакать то есть они прямо исследуют этот мир максимально на платформе ума когда мы взрослеем да мы уже начинаем разум укрепляет все больше и больше знаний получим так вот ребенок например рисует на обоих а вот этим самым фломастером дальше которые не отстирывается красивую какую-то картину заходит родитель видит это и первая реакция может быть не очень правильный да он начинает на него кричать мало того он может его еще и как-то шлепнуть до физическую какую-то ему нанести там увечья и ребенок в этот момент чувствует себя незащищенным небезопасным и у него на уровне эго может записаться да я ненужный например я ненужный или я слабый я слабый почему это может записаться психика очень гибкая у детей с ними как надо как с хрустальной вазы очень аккуратно они очень восприимчивы и наша психика до наше подсознание подсознание в нем отпечатывается весь опыт с которым мы соприкасаемся то есть все что мы видим все что мы слышим все что мы нюхаем все что мы пробуем она записывается виде таких самсках отпечатков в нашем подсознании это опыт и опыт может быть положительным и негативным если я вас сейчас прошу что-то вспомнить из детства вы как правило вспомните либо что-то вот такое ну прям травматично да либо что-то прям супер положительное я вспоминаю как меня отец катал на ноге такое прям приятного вспоминания было или вспоминаю как я там навернулся с велика очень больно упал коленки раздрал очень как бы запомнилось мне это я еще чувствовал себя таким знаете как будто на меня весь мир смотрел да и все на меня пальцем тыкали все смеялись но это мой ум так записал на самом деле этого не было просто упал и всем было до фени ну вот почему может записаться вот этот я слабый вот представьте есть такая пословица говорят что скажи человеку что он скажи ему сто раз что он свинья и он зафилкает он поверит в это да и если родитель будет говорить то ты там неудачник руки у тебя крюки там из одного места растут да да что ты все не туда лезешь ребенок может быть талантливым но ему внушили что вот он такой и вот эти вот я это ложный эго которых может быть очень много это части да в которые мы поверили это травмы прошлого которые важно убирать на ребенка на которого накричали а еще и побили а он может быть будущий художник и представляете он свой талант да он запаковал он он себе запретил мне это нельзя делать да плюс у него в этом отпечатке что записывается у него записывается три момента это очень важно то что я сейчас говорил для того чтобы понять счастье многогранно да в этом отпечатке записывается несколько вещей первая вещь там записываются эмоции которые я получил в момент получения опыта до эмоции я там страх мог испытывать в той травме да я мог испытывать там много разных эмоций кубок и того что там записывается в этом отпечатке там записывается сила этой эмоции назовем это сила сила эмоции а то есть насколько глубокий был опыт и третье что там записывается ну вернее не записывается а глубина отпечатка зависит извиняюсь глубина отпечатка зависит от двух вещей сила эмоции от повторения ну то есть чем больше я что-то повторяю тем больше это будет укрепляться в моем подсознании чем сильнее опыт был да чем ярче тем глубже этот будет отпечаток и у нас всегда всплывают памяти наиболее сильные отпечатки вот по этим двум функциям а записывается туда эмоции записывается туда какой я себя чувствую на уровне эго и что мне хочется сделать например мне хочется скрыться убежать или спрятаться то есть эмоции какой я и и что мне хочется сделать что хочется сделать потому что что хочется сделать это на уровне инстинктов записывается мы всегда на уровне инстинктов хотим либо убежать либо напасть либо замереть это все зависит от гормонов нонадреналин или адреналин условно если адреналина больше мы нападаем да это животные проявления наши если нонадреналина больше то соответственно мы хотим убежать если плюс минус одинаково мы так супер впадаем почему я это вам объясняю дело в том что эмоции нам даны как топливо все эмоции весь спектр нет плохих и хороших они все нужны и эмоция страха нужна и эмоха эмохо эмоции по отвращение это тоже нужна эмоция страха нас по хорошему от чего-то отдаляет она уберегает от каких-то опасностей но когда мы эту эмоцию испытали например вот в этой травме до в детстве когда на нас накричали у нас записалась эмоция страха и мы теперь это эмоции стараемся избежать почему потому что он помните я вам говорил он хочет наслаждение и он избегает страданий и когда мы сталкиваемся с чем-то похожим на тот наш травмирующий опыт травмы нами управляют друзья мои когда мы сталкиваемся чем-то похожим допустим вот какая-то эмоция да вот этот страх начинает всплывать мы начинаем избегать у нас как стоп кран работает да начинать нет нам туда не надо и представьте человек всю жизнь будет этой эмоции избегать а ведь страх может быть ну мы мы иногда можем его спутать с интересом например выйти на сцену страшно немножко да просто страх чего-то нового и человек может этого постоянно избегать и представляете какого опыта в жизни он себя лишает это как раз таки они счастливой жизни это очень важно понимать для чего дело в том что а очень важно вот этот вот прошлый опыт свой как это называется важно полюбить прошлое принять настоящее и тогда ты сможешь создать будущее потому что мы всегда мы всегда почти все друзья вы смотрите на этот мир сквозь призму вот этих отпечатков сквозь призму прошлого мы смотрим на настоящее через очки прошлого представляете я когда-то обжегся и все я этого избегаю представляете там ребенку вашему например идет он со школы и случилась драка какая-нибудь ему дали в нос потекла кровь ребенок идет домой и у него записалось я неудачник меня побили да я такой несчастный а и это значение которое он присвоил тому обстоятельства которое случилось и он из мухи слона вырастил да хотя на самом деле что случилось ему просто дали в нос просто потекла кровь все все остальное это игры разума но он в это поверил и может потом дальше с этим жить и потом до через это будет смотреть на этот мир то есть он не будет свои эмоции какие-то проявлять и это очень важная тема потому что эмоции они двигают нами если мы как я говорил подчиним свой ум тогда да мы будем двигаться к своим целям эмоция она чувствуется примерно 20 секунд до двух минут и они нас никогда не убивают но мы можем десятилетиями избегать эту эмоцию поэтому очень важно проработать свое прошлое это тоже как некий ключайский важно эти травмы убрать почистить принять настоящее принять настоящее мы сейчас дальше будем говорить и тогда получится то будущее та картинка которую вы притянете помните я говорил что все самые эффективные из эффективных программ они все работают с эмоциональной регуляцией до эмоциональной регуляции это как я умею свои чувства чувствовать и проявлять это как раз о состоянии состояние это самое самый важный ресурс который есть у каждого человека я смотрел очень серьезный глубинный тренинг по которым обучают масонов пусть вас это не пугает да там мы тут сейчас не про теорию заговора под под масонами да ну в кавычках я имею ввиду людей сильных мира сего очень серьезный закрытый тренинг и там человек на протяжении девяти лекций говорил о секретном секрете успешного успеха а он рассказывал про все последние книги которые говорят о целеполагании изобилие богатстве о всем о том о чем мы сегодня с вами хотели поговорить и о чем мы и говорим на самом деле то есть там книжка думай богатей секрета известный там фильм который нашумел свое время изобилие счастья вот это все он говорит все абсолютно книги и все вот там тренинги они дают плюс-минус 95 процентов информации но они не дают самое главное этого я действительно не нашел в этих книгах там об не говорилось я их читал все этот секрет тоже изучил это этот ключ это состояние состояние это то что притянет вашу реальность говорят да что внутри то есть наружу это действительно так если внутри у вас война это вопрос времени когда вы эту войну притяните свою жизнь почему например люди а там пытаются в отношениях построить отношения у них не получается не думаю часа перебегу в другие отношения там их построю но они снова не получаются потому что они влюбляются не выученные уроки они не не поработали с собой и они просто приносят следующие отношения ту реальность которая у них внутри поэтому очень важно убирать вот эти вот травму работать с этим прошлом и состояние это на самом деле тот ресурс которым ну важно работать а так вот а вернемся к трем как к трем качествам нашей души мы на эту планету а десантировались как душа и чтобы взаимодействовать со всеми мы получили вот эти программы да муж жена сын так далее да у каждого не свои но внутри я истинная это я душа я не есть этот муж я не есть этот сын это роли так как в театре не дали роли которые мне важно качественно отыгрывать но если я буду к ним привязываться это будет шизофрения что я имею ввиду если там условно актер который играет наполеона придет домой после театра и скажет так я наполеон ведите меня как с наполеоном ну жена у виска покрутит да немножко скажет что-то у кого с мужчиной так и мы мы когда привязываемся сильно к чему-то мы получаем страдания условно там есть у меня телефон на iphone а если я к нему сильно привязан и вдруг случилось ну так что он там сломался разбился я конечно буду страдать ай мой бедненький телефон но если я понимаю что ну да вот ну был телефон не стала телефона я не привязываюсь значит так было нужно как я это бордал бог взял так и в отношениях очень важно вот эту целостность вот эту целостность друзья мои получить убирать вот эти вот негативные я свои негативные я это очень важно есть очень много техник я не знаю будем стоит их сегодня рассказывать или мы пойдем дальше не знаю даже честно говоря техники о чем ну например как поубирать вот эти негативные я чтобы полюбить свое прошлое и просто концерт расскажем это уже оставим за кадром и способ коротко сказать есть на дневник благодарности дневник успеха можете погуглить посмотреть такие простые способы аудио тренинг это как некие аффирмации для того чтобы себя напитать и себя в первую очередь полюбить да как говорят если тебе эту любовь не додали в детстве да 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 и сам себе как говорится окружение как я уже сказал ну естественно проработки с психологами коучем то есть глубинные серьезные травмы это я там сказал да на меня накричали там детстве например а есть более серьезные глубины гибели родителей алкоголь там наркотики насилия ну это очень серьезные вещи которые влияют на качество жизни пока человек их не уберет он будет через них смотреть как через немытое окно искаженно на этот мир теперь смотрите ребят с этим надо идти к специалисту с этим надо идти к специалисту теперь смотрите я как душа до десантировался в этот мир и очень важно осознать для того чтобы быть счастливым первую очередь надо осознать что я не вот эти роли да я душа это истинная то есть надо поубирать эти части чтобы услышать свой внутренний голос потому что очень часто нами вот эти вот вот эти вот части управляют они вот это почему да потому что знание нету и под знанием я имею виду здесь осознать себя душой это очень важно потому что когда мы осознаем себя душой душа она имеет три качества это с ведической культуре а я изучаю ведические писания изучал много разных священных писаний но только в ведах я нашел ответы на все вопросы абсолютно на все и там ну неизгладимая глубина я до сих пор их изучаю поможете посмотреть труды я на стивенсона или майкла ньютона это известные ученые а гипнотерапевты психологи которые доказали уже давным давно на исследование многих тысяч людей что мы душа и как душа мы бессмертны то есть вот это вот грубое тело нам давно как скафандр до земли дистанцировались как душа на нас начали на деле ментальное тело ментальное это вот это вот вот эти программы виде его это подсознание до которым вот эти вот отпечатки остаются и вот эти получается две функции да ум разум через которые мы фильтруем информацию через органы чувств мы получаем и ум разум их исследуют ум это как знаете как дисковод в который диск вставили он такой взял его такой считал антивирус ну-ка на что там за информация посмотрим поэтому укрепляйте разум укрепляйте разум до контролировать свой ум в этом плане кстати очень хорошо помогает медитации это как бы тоже один из лайфхаков медитации дыхательные практики это прям ну 95 процентов стресса можно дыханием убрать просто хотите свою практику дыхательную найдите именно свою медитацию потому что медитация это концентрация концентрация ума когда вы сконцентрированы на чем-то и вы через эту технику через 3 через а практику концентрации вы будете этот ум свой контролировать что я засвеченный как будто бы до чтобы меня было видно и и 3 качества нашей души если кто-то хочет вот почитайте вот этих ученых там половина ученого мира уже не половина ладно не буду говорить половина очень много известных ученых уже давно приняли тот факт что действительно есть духовный мир действительно мы перерождаемся и есть там и ангелы-хранители есть проводники есть гиды есть некое высшее я до частицы которого мы являемся и душа она природа бессмертно то есть три качества сад чита надо душа она бессмертно она обладает всеми знаниями какие есть и она безгранично счастлива и вот эти три момента я сейчас быстренько объясню и будет понимание почему это важно на самом деле мы действительно смертны почему потому что вот чисто на уровне физики самый главный страх у нас какой страх вадим как-то страх смерти это самое ну так скажем того чего мы боимся больше всего почему потому что мы боимся потерять свое эго почему человек страдает отношения разрушились он из них вышел было его у него я муж а тут я развелся до потерял эго мужа страдаю я страдаю когда теряю какое-то эго смерть это потеря всех это вообще потеря всего но боимся мы не потому что даже не по той даже причине что мы боимся потерять себя а потому что мы от природы обладаем качеством бессмертия и мы не согласны с ним да как мы можем умереть что это уже конец да не может быть не может быть и например такие системы как православие христианство в которые я залазил за этим вопросом они не ответили мне на этот вопрос а веды ответили почему например один человек рождается изначально как я говорил да совсем набором полезного а другой например рождается инвалидом где справедливость да два рождения почему одному все досталось а другому ничего веды это объясняют карми карма кармические последствия если у вас будет знание что такое карма и как она работает у вас будет понимание что если мне сейчас прилетает от вселенной какая-то боль там деньги у меня забрали отношения забрали еще что-то забрали и я не понимаю почему простой ответ ты так поступал в прошлом может быть не при этой жизни может быть прошлых воплощениях это как раз о принятии да я могу расстраиваться я могу страдать но чем быстрее я приму тот факт что смирюсь новым своим эго все я теперь не муж да например тем быстрее я пойду этот урок да тем быстрее я верну себе это состояние в котором я начну дальше как-то двигаться сейчас эту тему не будем раскрывать с тобой водим это очень серьезная глубокая тема да я просто понимаю что верю я в это или нет но это хороший способ как бы вилку преодолеть ум разум справиться с этой ситуации да ну на самом деле тут верить или не верить не надо ребят все моменты которые я здесь проговариваю вы можете их сами исследовать этот вопрос это это доказательный факт них справедлив абсолютно закон сохранения энергии даже работает вы все на физике его изучали сила действия равна силу противодействия то же самое если я применяю насилие вопрос времени когда мне это вернется помните я говорил инвестирую в этот мир то что хочется получить поэтому человек который там рожден вот ну с какими-то отклонениями от нормы да там условно это просто ну для того чтобы душа в этом воплощении испытала определенный опыт мы не можем познать что такое счастье не испытав страданий мы не можем познать что такое сладкое не попробовал соленое мы не можем понять горькое вернее мы не можем понять ну одно без другого понимаете о чем я мир познается в сравнении конечно 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 и мы как душа мы много тысяч лет перерождаемся и были там вот ну например примеры где душа 4000 лет перерождалась чтобы просто понять что такое сострадание понимать 4000 лет качество сострадания она вот исследовала как душа воплощение воплощение и бессмертное когда мы понимаем это мы на самом деле внутри это чувствуем это ощущаем мы не хотим смириться с со смертью и смерть здесь это просто переход это просто переход понимаете это не конец это переход из одного состояния в другое чтобы дальше извлечь уроки в духовном мире там прямо есть классы где они это изучают и потом они снова следующее перерождение можно даже спросить у какой-нибудь бабушки как она себя ощущает вот спросите меня мне 41 год да я себя вот тем же 20-летним парнем ощущаю я не чувствую себя на 40 лет до моя оболочка вот этот скафандр он стареет он имеет конечность время как концепт человеческий это мы его придумали люди его придумали на самом деле времени нет ну просто нам для удобства мы так придумали да в этом мире все конечно все имеет начало и конец да все стареет и а рано или поздно мы все переступим через этот порог смерти но для души это не конец и когда член закон конец чего-то одного означает начало чего-то другого тоже верно да да после зимы весна и так далее именно все циклично день-ночь все циклично и ведра говорится что наша вселенная она тоже там ну я эти цифры называть не буду они у меня в голове даже не умещаются она тоже циклично то есть все постепенно разрушается создаются новые мире но мы как душа вот так вот перевоплощаемся и этот мир исследуем и эволюционируем что самое главное то есть опыт получаем единственное что мы вынесем из своего материального воплощения это опыт опыт духовный опыт и это очень важно то есть представьте мы как в игре вот кто играл меня поймет мы берем персонажи начинаем нем играть и вот начинаем там что-то зарабатывать тра-та-та-та-та-та персонажа убили мы берем нового персонажа и дальше поехали так и мы как душа просто берем новых персонажей до из мира нас забрали из материального снова мы сюда появились я как душа и ты как душа вот там лет через сорок опять меня спроси я чувствую себя всегда молодой но это правда вот если стариков порасспрашивать они себя чувствуют молодыми но не все да понятно что страдают там болезни вот этого тела они конечно нас выпивают но в целом вот это вот понимание она уже дает некое спокойствие но понимание это не просто услышать меня сейчас понимание это прям действительно изучить этот вопрос и вникнуть в него более глубоко я сейчас максимально хочу как бы ну раскрыть так сказать пути по которым человек может пройти да и потом понаблюдать так давай мы второе качество которым обладает душа это знание мы изначально обладаем всеми знаниями вот в этом подсознании на самом деле записаны все знания этого мира там записаны все сценарии нашей души и это действительно так опять же если поизучаете труды яна стивенсона и майкла ньютона они вообще светами никак не общались но все их исследования научные подтверждают то что я читал в священных писаниях ведической культуре ну смысле бедах беды это набор знаний которые объясняют мир устройства психологию то есть это как некая инструкция от создателя этого мира и даже вот вы сейчас кто смотрит этот прямой эфир и вы досмотрели до этого момента почему да потому что мы все хотим знания получать мы как бы ну у нас природа такая тяга к знаниям мы хотим знания получать мы встречаемся там с друзьями и всеми спрашиваю чё там новенького чё как дела да ну расскажи там как там у тебя мы мы вот за этими знаниями охотимся если человек будет заниматься духовной практикой он раскрыт этот духовный потенциал у него эти знания начнут распаковываться то есть он не зря вот есть люди которые там могут читать других людей могут там предсказывать условно будущее до могут чувствовать больше чем другие экстрасенсорика какой-то обладает это просто люди вышедшие на некий другой уровень развития как душа которые вот начинают получать некий доступ каким-то определенным знаниями зато подсознание подсознание у нас единая на всех вот этот момент понятен вадим насколько понятен в теории все понятно мне поможет справиться с обнулить ожидания свои вернуться к разочарованием частью а если ты вадим будешь вот эти моменты изучать это тебе даст понимание что во первых все не просто так да если ко мне как я уже сказал прилетел какой-то от вселенной сигнал виде там боли какой-то простой ответ это мне прилетело чтобы я испытал то же самое что я делал другим людям это знание она уже может остановить вот даль дальнейшую карму до чтобы ты уже не реагировал не агрессировал не пытался отомстить чтобы ты вот ну не по законам карму заследовал а по закону души на самом деле всю карму можно жечь можно все жечь ну то есть для этого не нужно всю жизнь там жить и вот вот у меня карма такая вот теперь я буду страдать нет можно вообще выйти из-под законов кармы просто мы не сможем тут наверное ну раскрыть это на этом прямом эфире у нас на максимум может минут 15 еще осталось до поговорить я сейчас вот этот вопрос дораскрою до конца и знание вот не знание вернее она страшно нам всегда страшно потому что мы не знаем мы не знаем что там за за смертью да будет мы не знаем что там в темноте поэтому нам страшно почему потому что душа наша она обладает качеством она хочет знаний она к ним идет поэтому потенциал свой можно раскрывать духовном плане занимаясь том числе духовной практикой это я объяснил что такое чит есть ананда ананда это безграничное счастье и изначально мы безгранично счастливы и посмотрите на детей которые родились они вообще все что вот не получается не всему счастливы условно да они радуются там они проявляют все свои эмоции потому что вот нет еще вот этих вот убеждений установок да я слабый я и прочее поэтому очень важно родителям особенно своих детей сопроводить в этот мир не нанеся вот их этого вреда просто даже свои травмы на них не перенести это очень важно вот это даже карма до родители свои травмы на детей своих перенесут те потом на своих детей и это вот как говорят а генетическая а генетические убеждения установки генетическая карма родовая карма это вот все она имеет место быть даже вот с точки зрения психологии это можно объяснить как работа и мы всегда ищем счастье нашу он всегда ищет счастье то есть он хочет счастливым быть но он будет это все на платформе ума находить на платформе вернее тело и но если мы знаем что есть счастье на платформе души потому что я изначально душа тогда у человека начнет распаковываться вся его вселенная есть три момента тоже запишите сейчас что важно осознать и поисследовать каждому и это как раз то счастье которое может на себя пример первое это важно осознать что я есть душа и и прям поисследуйте это второе второй момент а в этом мире мне ничего не принадлежит я здесь пассажир я здесь гость да это как раз таки не привязываться это как раз таки не привязываться это жить как многие говорят да здесь и сейчас это находиться в настоящем это не зависать в прошлом типа ой вот меня там обидели вот теперь вот вот в прошлом то было хорошо это значит и пропускаешь свое настоящее и мыслями вот там или не видишь настоящий или как бывает некоторые едят а мыслями уже где-то бегут вперед быстро поесть чтобы там на работу я попасть это тоже не в настоящем вы пропускаете настоящее вы не наслаждаетесь вкусом вы не проживаете свою жизнь это вот как раз таки здесь сейчас чтобы находиться здесь сейчас нужно тренировать свою счастье она у каждого уже есть изначально внутри и важно вот этот неудержимый спокойный ум неудержимый спокойный ум натренировать мы в конце пройдемся с собой каким образом можно это сделать вот так это вот безграничное счастье вот это три качества значит мне ничего здесь не принадлежит я пассажир и третий момент я поскольку все мы души да это по сути все мы братья и сестры мы все части одного целого мы все капли одного океана и это такой знаете большой смысл которому мы рано или поздно как человечество придем потому что одна нас под названием человечество вот эти вот ситуации которые произошли последние несколько лет коронавирус то что происходит сейчас на и своего такие достаточно кризисные моменты это тоже все не просто так это для того чтобы человечество начало разворачиваться друг другу потому что невозможно победить коронавирус в отдельно взятой стране это проблема всего человечества да это общий так сказать враг мы живем на одной планете под названием земля это единый дом невозможно жить вот здесь и гадить куда-то вовне да это как похоже я в квартире нахожусь на улицу гажу вот это вот ну даже посмотреть можно как 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 это появляется на людях и по сути все человечество ну будет побеждать тогда когда она начнет другу разворачиваться когда мы начнем в первую очередь разворачиваться к соседям например людям вокруг когда мы начнем видеть в каждом душу что это такой же как и я просто он другой оболочки до да и очень важно научиться жить в служении другим людям служение ребят я сейчас не прислуживать да не быть там присмыкающимся а служить как раз таки через раскрытие своих талантов через раскрытие своего потенциала служить значит проявлять свои какие-то качества делать бизнес там быть каким-то специалистом ремесленникам это тоже нормально потому что это есть счастье счастье это вот ну реализоваться как я уже сказал ответить важно на те вопросы о которой мы вначале раскрывали и вот эти вот три качества когда мы их осознаем у некоторых даже вадим проходит страх смерти ну правда хорошем смысле это не то что он теперь там я прыгну с девятого этажа не ну то есть разом то включается до против закона гравитации там и не попрем но у человека уже начинает ум успокаиваться уже потихонечку он начинает переставать куда-то бежать да он понимает что все успевает это серьезная ну достаточно моменты вадиме их нужно прорабатывать через определенной практике но первое что я рекомендую абсолютно каждому это медитация медитация это первое а для того чтобы успокоить свой ум для того чтобы успокоить свой ум второе что я рекомендую абсолютно всем для того чтобы успокоить свою психику это банальные советы ребята но когда ко мне приходит на консультацию человек первое что я спрашиваю его твой распорядок режим дня как ты спишь как ты ешь твой распорядок дня и как ты восстанавливаешь потому что если человек хреново спит и новая да тут хоть запрактикуйся тут хоть какие медитации применяя если он постоянно в стрессе если у него ум не успокаивается у нас есть определенные часы в которые важно спать для того чтобы переваривать свои эмоции это очень важный момент я тоже не могу сейчас ну там раскрыть всех карт но в целом говорю что не просто так вам говорят что надо ложиться в определенные среда куда определенное время потому что это время нужно для того чтобы переварить эмоции чтобы выспаться гормон роста гормон сна в этот момент вырабатывается нужно вставать в определенные часы желательно там потому что там время пробуждения там лучшие практики лучшие медитации там можно себя наполнить магия утра может все вы слышали да это определенное да нужно встать поесть когда пищу усвоится хорошо и так далее это биологически обусловлено просто конечно это все не просто так поэтому я всегда в базу лезу вот на уровне базы до посмотреть что ты ешь тоже задай все вопросы посмотри как ты спишь и как ты отдыхаешь если у тебя условно твоя неделя если его посмотреть и ты думаешь что да вот когда-нибудь потом выспались часы вот чего-то достигну ты себя обманываешь это вопрос времени когда ты выгоришь вопрос времени когда ты заболеешь да когда твое тело скажет да надоел ты мне ты мне но не восстанавливаешь дань моим уважение тела не отдаешь давай тогда поболеем полезет сигнал просто либо мы не туда идем и тело нам таким образом говорит тело вообще кстати не обманывая друзья мои слушайте свое тело просто у многих забиты чувства да вот не плачь да там родители говорят не кричи не ори не то не вот это и мы начинаем детстве так все не плакать запретили хотя плакать это высвобождает психику писать и человеку которые запретили плакать насколько он ну потом несчастливо живет и до забивают в детстве нам на чувство очень многим и потом как вот эти вот сухари ходим не проявляем нормально эти эмоции либо не проявляем и конечно тело свое не слышим поэтому болеем поэтому страдаем поэтому чувствуем себя несчастливым не в этом плане знаешь а воде мне очень нравится один психолог виктор франкл может и знаешь о таком он пережил шинцин то есть он будучи психологом сидел самый страшное в самом страшном концлагере у него есть книга всегда скажи жизни да он там поделился этими секретами и виктор франкл ну просто шикарный психолог очень рекомендую его труды поизучать он очень жизнеутверждающий очень жизнерадостный и он исследовал тоже вопрос счастья и говорил что человек только тогда чувствует себя счастливыми одухотворенным когда у него есть большая задача то есть которая требует исполнения в будущем или же он фокусируется на другом человеке которого любит то есть это первое условие у него два условия первое условие для счастья то есть чтобы чувствовать себя счастливым у человека должен быть ответ на вопрос а зачем он живет ради чего это как некая большая как некий большой смысл жизни для чего вообще живет видите мы как сегодня с разных сторон разобрали про счастье да очень важно ответить чем я хочу заниматься очень важно ответить себе на вопрос зачем я живу я много исследовал принципы долголетия я сейчас не буду сильно эту тему погружаться но я вам скажу было тоже длительное исследование на протяжении 40 лет исследовали население планеты земли и выясняли кто дольше всех живет нашли три три как бы точки на планете это окинава япония это италия саргина по мостов могу ошибаться извиняюсь и это где-то в калифорнии в сша они начали исследовать что их объединяет почему там дольше всех люди живут и там банальные вещи были да а правильно питание соответственно здоровая пища здоровый сон вот эти все базовые вещи но при этом были такие моменты которые не сказать что общедоступные например там почитали везде стариков то есть старики чувствовали себя принадлежными к чему-то большему почему у нас очень многие рано умирают потому что они были нужны 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 они хотя бы работали где-то потом выходят на пенсии все попадает вот этот смысл у японцев у них даже нет слова пенсия у них нет условов словаре пенсия у них есть слова икигай они самого младенчества тогда они начинают постигать вот этот для чего я в этом в этом мире у них есть икигай это как некое предназначение кстати могу вам пусть это не бонус за который я хочу дать но я могу вам дать серию уроков которые помогут с этим кстати определиться я потому что этот вопрос очень сильно исследуя вопрос предназначение следую и пусть это будет неким бонусом для каждого кто захочет об этом узнать пусть он напишет нам с вадимом я этим поделюсь искренне и в этом исследовании у них у всех был смысл жизни и оказалось что даже одно вот это добавляет от 7 до в среднем там 12-14 лет жизни представляете понимание ради чего я живу ради чего я завтра встану да ради чего мне жить потому что ему это очень сильно помогло в он с лагерей и он увидел что те кто выжил у них был смысл для чего им жить это очень важно и я ну рекомендую каждому ответить на этот вопрос поэтому я пошел сегодня глубоко когда ты понимаешь что ты и душа когда ты понимаешь что ты уже не первый раз здесь и не последний да и будет много перевоплощений это успокаивает это на самом деле успокаивает и второй момент да который вот при это франкл объяснял это второе условие для счастья это люди допускают часто такую ошибку в погоне за счастьем и виктор франкл сравнил счастье с некой бабочкой сейчас объясню то есть если пытаться бабочку поймать то она все время будет ускользать но если вы перенесете свое внимание на другие вещи в жизни да она придет и сама сядет к вам на плечо другими словами а за счастьем гнаться не нужно и думать о нем тоже не нужно потому что когда франкл сравнивал себя с повернее себя от счастья с бабочкой он пытался объяснить что стремление к этому состоянию она бессмысленна так как счастье это всего лишь побочный эффект реализации первого условия то есть если вы поймете смысл если вы будете следовать своему интересу вы априори будете счастливы здесь и сейчас потому что счастье это не цель это не цель это путь и важно уже кайфовать от процесса но вопрос а ты идешь по правильному пути представьте вот у нас как я говорил у всех есть таланты может сейчас вадим закончим еще одну мысль и закончим кто-то рыбка кто-то птичка да кто-то там обезьянка кто-то слоненок ну я так условно и вот представьте рыбка которые внушили что она птичка на каком-нибудь тренинге представьте какой она дурой себя будет чувствовать представьте рыбку которая будет думать что она птичка и она будет пытаться взлететь своими плавниками будет качать их да там мускулы да она может даже над водой но сколько это усилий будет стоить и очень важно вот это вот понять предназначение потому что когда вы двигаетесь своей дорогой но у вас все разворачивается наилучшим образом да когда вы понимаете что вы рыбка не птичка так лучше стать лучшей в своем водоеме да и исследовать вот это чем становиться ну как занять не свой шесток да вся сверчок знает свой шесток и сток это как знаете как пилка и ложка вот мы же знаем какое предназначение у вилки и у ложки прекрасно понимаем эти инструменты никто не ест же суп вилкой ну так ради эксперимента можно попробовать но это будет неэффективно согласны китайскими палочками попробую можно китайскими палочками суп попробовать ну долго будете хлебать много энергии потратите мы знаем что ложка эффективней то же самое в жизни важно понять вот кто вы вилка ложка да многие вот этого они понимают поэтому ну тоже страдают как опять же тот же маргулан санцебаев сказал человек который двигается не своим путем но и двигается эффективно он ну намного хуже чем тот человек который вообще ничего не делает потому что тот двигается вообще в обратном направлении то есть он эффективен своей неэффективности понимаете поэтому этот вопрос очень важно раскрыть так вадим я вот основное что хотел сказать я в принципе сказал дальше можем конечно сильно углубляться но в целом мы вот ну я по крайней и попытался с разных сторон зайти и поисследовать что такое счастье до дал определенные вопросы на которые важно ответить до чтобы не прыгать и бегать типа ну вот вот я машину сейчас куплю на буду счастливым нет чтобы пошли более глубоко потому что все остальное она уже будет появляться и распаковывать сама если вам суждено на машине есть она придет к вам да если вы будете раскрывать таланты через служение людям она придет все придет вам будут приходить инструменты для реализации того что вы будете раскрывать давай вадим может быть кто-то там вопросы позадавал можем можем закончить принципе можем отвечать еще как как ты видишь может и вопросы позадаешь да не нахожу где надо читать вопросы тут у меня сообщение выходили о том что люди оценили запись и далее вопросов наверное нет будем смотреть потом уже под записью какие-то вопросы будут читать отвечать потому что я читал вчера вопросы и я одну плюс-минус постарался на все них ответить самое главное можете что вынести на пути к вашему счастью мешает ваш ум это та программа с которой вам нужно поработать и он будет доставать вот те самскары и останавливать вас от нового опыта до исследования этого мира исходя из опыта прошлого как я уже сказал это очень важно вот в этом вопросе копайте надо починить укреплять разум убирать травмы это называется полюбить прошлое прорабатывайте прорабатывать это лучшие вложения которые вы можете ну в области предназначения да и чем не заниматься ну пожалуйста обращайтесь тут пусть такая будет небольшая реклама я в этом помогаю действительно я в этом специалист потому что я 20 лет этот вопрос следовал на практике имеется ввиду да то есть я мыкался прыгал там я пытался всегда там заработать кучу денег я всегда думал что я сейчас буду иметь а потом только быть типа вот я сейчас заработаю потом я буду счастливым это не работает в начале быть начале состояния и только из этого состояния вы будете достигать того чего хотите то есть начале нужно стать тем человеком который может иметь то что вы хотите они потом никогда не работает наоборот вы просто потратите много лет жизни разочаруетесь потому что разочарование ожидания приводят к разочарованием об этом горели ум ум это ключ ключ несчастью и ключ к счастью до вопрос куда он вас приведет поэтому с умом надо работать то есть надо я так понял разумом дать что-то такое уму что ему понравится что он оценит для организма как приятное хорошее но то что тебя будет продвигать к твоим целям разум укреплять например вот скажу я сознательно начал начать свою начинать утро начал начинать до со стыкана теплой воды ну чё ты думаешь у меня это очень быстро организму понравилось я привык моментально то есть я сейчас уже по-другому просто не представляю как можно не попить с утра их меня сразу давай и все это полезные привычки бывают знаешь как вадим это кстати одна из лучших привычек соблюдать питьевой баланс сколько стоит вода да почти несколько да но какие какую пользу она приносит вы даже не представляете меня перестала болеть голова когда стал белый баланс соблюдать у меня пищеварение улучшилось я там с детства страдал от несварения желудка у меня кожа улучшилась там бонусов ништяков вот так вы когда пробуждаетесь вы за ночь потеряли примерно 2 литра полутора воды через дыхание через пар конечно нужно смазать организм это классно полезная привычка поначалу просто может быть непривычно но в любой привычки как это ведом говорится сначала яд потом никто начале мы тренируемся до бегаем по утрам как бы не очень ну блин это вставать это вот это но потом мы начинаем постепенно кайфовать начале мы работаем на привычку а потом привычка работает на нас и ты в один классную тему затронул потому что весь наш характер это набор привычек мы живем по сути на 95 98 процентов на автоматизмах вопрос какие привычки ты в себя заложил курить привычку до или стакан воды с утра тортик на ночь или салатик полезный просто тортик на ночь это вначале никто а потом я потому что потом будешь страдать от ожирения ты будешь страдать ночью от низкнул переваривать же надо тяжело не выспался даты вначале кайфанул но потом страдаешь любая полезная привычка то вначале немножко так скажем пострадать но зато потом она тебе принесет но плоды это как говорится поливая дерево вначале да потом сиди в тени и кушай яблоки всю жизнь такие привычки это целая отдельная тема вадим я бы и посвятил отдельный вебинар я думаю что можно это сделать если вдруг желание возник но мы сегодня уже много дали уже это знание от ума которые нравятся разумы которые впоследствии нравятся уму да разум должен в этом плане так как наездник да пусть в этом и как это как это называется то узбуз гуздечка да свой ум контролировать то есть где-то под подтянуть да так стоп давай вот лучше вот но поработаем над этим где-то чуть-чуть припустить потому что если резко будем дергать но на дыбы может стать он может сбунтоваться потому что если мы сейчас сто пятьсот привычек сразу пропишем аске с кучу пропишем мы через неделю просто выграем нашим все откинем и больше к этому не вернемся нельзя сразу все надо постепенно никто не приседает со штангой 200 килограмм на первом занятии колени сломаешь постепенно постепенно так и с привычками внедрили одну она стала вашим характером все пошли другой но я же говорю это тема отдельного разговора как натренировать свой ум это уже можно отдельно поговорить там уже прям конкретному конкретику дать сегодня было исследование вопроса счастья с точки зрения и психологии и духовного мира и с понимания как работает психика как работают наши программы я по простому это объяснил как работает наше прошлое как она нами управляет и дал несколько очень важных вопросов если вы на них ответить и уже будете там счастливее чем 99 процентов на планете земля почему 99 процентов потому что всего один процент на планете земля имеет понимание своего и кигай своего смысла жизни поэтому вы уже будете условно говоря успешнее вот ну то очень круто спасибо михаил благо подарок наверно да 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 и посмотрим какие будут вопросы что может быть действительно сойдутся люди во мнениях в каких-то вопросах общих и можно будет вынести еще на отдельный эфир да тогда ребят очень будем рады с вадимом ваши обратной связи под этой записи если вы будете делиться задавайте вопросы пусть если они будут неудобными максимально какие-то может быть каверзные да если вам они кажутся глупыми пусть пусть будут глупыми по вашему мнению задайте не бывает глупых вопросов бывают незаданные я обязательно на них отвечу я обязательно увижу этот комментарий отвечу мы с вадимом если надо можем потом еще созвониться да там родится тема эфира вот второе будем рады обратной связи вашей да по теме там по той теме что была сегодня и третий момент лично от меня хочу дать такой подарок ну вот первый я уже сказал каждый кто захочет и напишет пишите там комментариях под этим видео хочу подарок да это будет понятно что вы его хотите сейчас я расскажу какой он просто может это не надо соответственно зачем это брать согласны дальше уже свяжусь и вам его выдам это первое то что я сказал это части там моего курса я прям модули дам вам поясняющие что такое кигай как себя покопать а как найти свое предназначение найти свой интерес жизни это четыре таких глубинных серьезных урока с практиками и вы можете этот вопрос для себя закрыть а первый бонус который я изначально хотел дать это второй бонус получается первый бонус который изначально хотел дать я хотел отдать тоже модуль из своего курса связанный с травмами прошлого как раз таки как их найти и как поработать с ними через определенную технику практику давайте вот пусть это тоже будет ну как неким подарком это уже 2 2 серьезных темы до которые человек может вот практично взять применить там будет серьезные психологические техники а там будет теория там будет практика я дам вам совершенно безуплатно кто хочет обращайтесь поэтому давайте кто хочет пишите соответственно я свяжусь и единственное что я это даю в телеграм-канале ой в канале в телеграме они у меня там находятся мне будет удобнее их дать там поэтому можете в личку ну лучше давайте так давайте под видео пишите если продублируйте еще в личку будет здорово но под видео оставьте мы будем понимать что она человек оставил значит это желание есть если вы еще поделитесь каким-то отзывом это очень полезно для нас давайте так чтобы энергообмен соблюсти до чтобы вы получили подарок нужен какой-то от вас обратная связь по тому эфиру который был чтобы вы тоже потрудились чтобы это не было таким как это а халявой такой да чтобы вы как бы от себя тоже какую-то энергию отдали это очень важно то очень важно это будет для нас понимание любая обратная связь я не говорю должна благодарна и там полить позитивный любая вам что она оставлена это значит там если будет в конце написано хочу бонус все значит понятно человек потрудился проанализировал информацию выдал и мы ему дадим подарок все спасибо за прямой эфир вадим спасибо тебе спасибо тем кто досмотрел да был вадим давай всех с праздниками прошедшими родные всех люблю всех обнимаю